Покупайте пиротехническую продукцию только в специализированных точках продаж. На сегодня таковых в Прикамье 46. И ни в коем случае не с уличных лотков и киосков, в подземных переходах, на вокзалах, ЖД-станциях. Советуют в Роспотребнадзоре и МЧС Края. Розничество на торговле пиротехническими изделиями бытового назначения производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Запрещено продавать пиротехнические изделия лицам, не достигшим 16 лет, за исключением случаев, если в инструкции указан другой возраст, инструкция на изделие. Всего существует 5 классов опасности пиротехнических изделий. В свободной розничной продаже для населения могут быть только 3 первых класса. Первый класс – зона опасности от полуметра. И третий – до 30 метров. Необходимо сразу же прочитать инструкцию, где сказано, при каких условиях, каким образом ее нужно запускать. Должны быть, во-первых, инструкции по применению, 20-тонные документы и, конечно, очень строгие требования к маркировке этих пиротехнических изделий. Обращайте внимание на срок годности пиротехники. Как правило, он ограниченный 2-3 года при условии хранения в сухом помещении при температуре не более 30 градусов. Срок хранения обязательно должен быть указан на упаковке. Использовать пиротехнику можно только на открытых площадках, напоминают в МЧС. Ни в коем случае не запускать с балконов лоджий, с форточек или каких-то пристроев к зданию. Храните пиротехнику подальше от детей в сухом проветриваемом помещении, вдали от отопительных приборов. Не складируйте на балконе или в ванной комнате. И если вы знаете, что фейерверк хранился неправильно или его срок годности истек, откажитесь от запуска. Продолжение следует...